В Махачкале 13.45 в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шарипад Шульгина. Новости. Расходы республиканского бюджета, реализация нацпроектов, обеспечение безопасности при использовании газового оборудования. Эти и другие актуальные вопросы обсудили на заседании Оперштаба Республики. Провел его председатель правительства Абдул Муслим Абдул Муслимов. Подробности у Патима Цулеймановой. Нам необходимо обеспечить эффективность всех наших расходов. Это ключевая задача, стоящая перед правительством. Обратился к участникам заседания Абдул Муслим Абдул Муслимов. Премьер-министр отметил, что ограниченная доступность финансовых ресурсов, изношенность производственных мощностей, дорог, инженерных и коммуникационных сетей могут стать причинами, сдерживающими развитие экономики. В таких условиях только конкурентоспособная экономика, развитая инфраструктура, сфера услуг. Промышленность приведет нас на устойчивую траекторию роста. В связи с этим, я об этом неоднократно говорил, в условиях ограниченности средств и дефицита бюджета нам необходимо обеспечить эффективность всех наших расходов и исполнение принятых на себя бюджетных обязательств. Это наш ключевой приоритет. О том, как обстоят дела с кассовым освоением средств республиканского бюджета, доложил первый вице-премьер Руслан Алиев. Сегодня бюджет Дагестана утвержден в объеме более 194 миллиардов рублей. Кассовые выплаты по состоянию на 31 марта составили около 41 миллиарда рублей. Освоение годовым назначением сложилось на уровне 29%. При этом процент освоения над предельным объемом финансирования составляет 72,9%. Наименьший процент – Дагпредпринимательство Миннац, Управление по переселению, Минстрой, Минтурист, Дагвино, Минпромторг. Обращаясь к участникам заседания оперативного штаба, Руслан Алиев вновь напомнил о необходимости своевременного заключения контрактов и реализации национальных проектов. Обсуждая второй вопрос повестки о соблюдении правил безопасности на объектах газового хозяйства и при использовании газа в быту, председатель правительства выразил обеспокоенность ситуации, связанной с участившимися взрывами газовоздушной смеси в домах дагестанцев. Обратите внимание, в 2022 году в республике зарегистрировано 18 взрывов газовоздушной смеси, в результате которых пострадали 30 человек из непривого и погибли. С начала текущего года зарегистрировано уже 6 подобных случаев. Имеют место многочисленные случаи отравления людей угарным газом. Во избежание подобных происшествий Абдул Муслим Абдул Муслима поручила МЧС, Госжилинспекции и газовым службам активизировать работу по контролю за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования и проведению разъяснительной беседы с населением. Помимо этого, премьер подчеркнул, что необходимо усилить работу дежурно-диспетчерских служб и развивать муниципальные системы оповещения населения. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд учрежден в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность военнослужащих и их семей. Деятельность фонда осуществляется за счет бюджетных осигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований. Медали за отвагу достоин сержант из села Ичичали Гумбетовского района Камиль Нурмагомедов. Опытный воин, командир отделения глубина разведки, сержант Камиль Нурмагомедов, принимает участие в СВО с первых ее дней. Действовал на Харьковском-Сумском направлениях, сейчас выполняет боевые задачи в Луганской Народной Республике. Отделение Нурмагомедова успешно сражалось с Вооруженными Силами Украины и наемниками. В ходе боевых действий российские военные взяли в плен живую силу противника, овладели трофейным оружием. Под руководством вице-премьера Наримана Абдулмуталибова прошло заседание противопаводковой комиссии. Весенне-летнее половодие на реках Дагестана ожидается в начале мая, что может создать угрозу затопления и подтопления территории многих населенных пунктов. Это связано с ухудшением технического состояния гидротехнических сооружений, хозяйственным бесконтрольным освоением паводка опасных территорий. При освоении территории не учитывается их расположение и влияние природных факторов на местность. Уважаемые коллеги, особая опасность связана с большими реками. У нас Терек, Суак, Срамор. Практически на Тереке определенная работа проводится. Правительством, федеральным центром есть поручение президента страны Владимира Владимировича Кутина на Тереку. И в прошлые годы, в этом году работа проводится. Но она, как обозначают наши коллеги, она недостаточна. И в этой связи нам нужно проработать механизмы и в этой части. Конечно, есть составная дорожная карта, есть план мероприятий, утвержденный правительством по противопаводкой комиссии. Обозначены ответственные люди, обозначены сроки. Единственное, нам нужно во взаимодействии всех структур, которые представлены здесь, противопаводкой комиссии правительственной, территориальных, федеральных, усилить работу и осуществить намеченное. Более 30 обращений выслушал Султан Хамзай в наследстве со жителями села Хибда. Депутат Госдумы посетил Шамильский район с рабочим визитом, в ходе которого встретился с местными жителями, а также осмотрел социальное учреждение. Репортаж Даниила Исаева. Депутат Государственной Думы в формате диалога выслушал более 30 обращений селян. Разговор с депутатом жителей села Хибда начали с просьбой посодействовать газификации села и рассмотреть возможность получения скидок на использование электроэнергии для отопления. На самом деле ситуация такая она. С одной стороны у нас столько вот едет сейчас, да, вот ГЭС, ГЭС стоит, электричество столько, да, то есть и вода, и вроде бы вот что-то вырабатывается, а нам потом это все тоже дорого выхватывает. То есть я полностью поддерживаю вашу позицию, да, потому что это, я считаю, что, ну, несправедливо, тем более если это электричество генерируется здесь у нас в Дагестане, для нас дагестанцев должно быть определено на это, наверное, цену. Также несколько раз прозвучала просьба помочь построить волейбольную площадку. Чемпион России по волейболу Али Магомед Алеев обратился с просьбой оказать содействие в улучшении спортивной инфраструктуры в селе Голотль. Депутат подчеркнул важность развития спорта в регионе и заверил собравшихся, что все затронутые вопросы будут рассмотрены. В ходе встречи с общественностью Султан Хамзаев отдельно обсудил патриотическое воспитание молодежи, роль семьи и школы в этом важном деле. Коснулись также такого опасного увлечения, как употребление так называемых легких наркотиков. В последнее время так это не просто модно, а уже как агрессивная часть формы потребления, на это подсаживаются дети, молодежь, да, потому что есть такая субкультура определенная. С этим, конечно, надо профессионально работать. И ответственность за продажу на свае должна расти. Я об этом в целом и своим федеральным коллегам говорил, и я это буду добиваться. Это первое. Второе, ну не только на свае. На свае это первая ступенька. И когда люди думают, легкие наркотики есть или нет, надо понимать. Есть вот в уголовном, да, то есть там процессуальных определенных, если есть такое понятие, называется причинно-следственная связь. Глава Шамильского района Магомед Гасанов выразил депутату благодарность за постоянное внимание к проблемам сельских жителей и вручил медаль за поддержку и социальную помощь гражданам района. В селе Хибда инфекционное отделение не подлежит ремонту и требует сноса. Строительство нового отделения на 25 коек было бы очень кстати, в чем помогло бы содействие парламентария. Султан Хамзай выразил полную поддержку этой инициативы. Депутат также посетил отремонтированную по поручению главы республики школу в районном центре. Обновленный корпус рассчитан на 128 учеников. Проблема была, единственное, что деньги чуть позже поступили в зимнее время, минус 15, пришлось уличные работы сделать. Ну, в течение месяца вот... Завершающим пунктом поездки стало строящееся футбольное поле. На это есть высокий запрос в горных населенных пунктах, и подобные места становятся местом притяжения для молодежи. В Дагестане планируют принять около 10 тысяч заявок на совершение хаджа в этом году. Уже подали заявки на совершение паломничества более 7 тысяч. В Кизельюрте прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Ее организовал комитет по рыбному хозяйству республики и отдел сельского хозяйства администрации Кизельюртовского района. Что на ярмарке выставили местное аграрие, знает Виктория Кубаева. Мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи, ягоды, саженцы и не только. Для местных жителей участники ярмарки в широком ассортименте представили продукцию местных фермерских хозяйств. На ярмарке у нас цены где-то 15-20% дешевле, чем на рынке, чем в магазинах. Люди приехали со своей продукцией. Многие есть и свое фермерское хозяйство представляют, свои КФХ представляют. Пусть приедут. Медовая продукция у нас хорошая приехала из гор. Идюшка приехала у нас в Хазыртский район. Сушеное мясо приехало, свежее мясо приехало у нас с Ахвахского района. Ахвахский, Дербинский, Рутульский районы и не только. Чтобы принять участие и предложить продукцию собственного производства, на ярмарку приехали и производители со всех концов республики. Экологически чистую, свежую продукцию, большое разнообразие. Есть овощи, есть фрукты, есть мясо, есть молочная продукция, которая сами выращивает наши производители. И поэтому мы очень вас просим закупать вот такую нашу качественную продукцию. На сельхозярмарке работала площадка акции «Мы вместе с размещением пункта сбора средств для фонда Народного фронта «Все для победы». Хочу поблагодарить всех зрителей Кизилёта 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 в районе за поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют свой долг. И сказать всем большое спасибо от их лица. Большой низкий поклон всем за то, что не забывают их, что помнят. Это их слова. Они всегда рады. И рады те ребята, которые рядом с ними тоже являются, как мы, зрители, поддерживаем наших ребят там. Всем спасибо большое. Все желающие имели возможность передать в пункт приёма продукты питания необходимые вещи и записать для российских военнослужащих собственное видеообращение со словами поддержки и добрыми пожеланиями. Сегодня в зале Комыгского театра концерт фортепианной музыки. Выступает Михаил Лицкий, известный российский пианист, доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского. В программе сонаты Доминика Скарлатти и Сергея Прокофьева. Вести спорт. В Махачкале прошел турнир по шахматам среди детей школьного возраста. Поддержать юных шахматистов приехал экс-президент Международной шахматной федерации Керсан Илюмжинов. Почему Махачкалу считают шахматной столицей, расскажет Хатима Назаралиева. Керсан Илюмжинов в Махачкале в шахматном клубе, который носит его имя. Это его второй визит. В первый раз он приезжал на открытие. Как шестой президент ФИДЕ поддерживаю развитие шахмата. Знаете, лозунг, девиз ФИДЕ – как можно больше шахматистов, один миллиард шахматистов, чтобы на планете было. Поэтому мы по всему миру проводим турниры. И мне приятно, что Дагестан, Махачкала становятся точкой развития шахмата. И Махачкала сегодня – это, наверное, один из шахматных центров развития шахмат. Домик на берегу моря не пустует ни дня. Сюда приходят ребята, увлеченные спортом для ума. Их здесь так много, что сам экс-президент Международной шахматной федерации называет Махачкалу шахматной столицей России. Он уверен, что будущий чемпион мира – мальчик из Дагестана. Так, поехали. Сицилианская защита. 11-летний Абдулай правда мечтает об этом. Сегодня он сыграл еще одну партию на пути к цели. Встреча с шестым президентом ФИДЕ закончилась ничьей. Было сложно. Он делал много оптимальных ходов. И с ним не получалось делать все то, что я хотел. Не хотелось думать. Победитель турнира получит приз заместителя председателя законодательного собрания Ленинградской области Вадима Густава. Следом здесь пройдет и северокавказский этап чемпионата России по шахматам. Дагестанский гидрометцентр сообщает. Сегодня по районам республики без осадков, местами туман. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 метров в секунду. По низменным районам 9-14 метров в секунду. В горных районах слабые. Температура воздуха 13-18 тепла. По низменным районам местами до плюс 22. В горах 10-15, местами до 20 тепла. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла. Вода в море 13 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. 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 Продолжение следует...